В последнее время я много играю на свитче, так что почему бы не сделать короткое видео по новой игре, к тому же отдохну от стримов. Игра про полицию будет весьма кстати. Astral Chain это игра для Nintendo Switch, она разработана Platinum Games и имеет весьма неплохие оценки. Как правило, какой-то издатель кидает Platinum Games в свою франшизу и просит сделать по ней игру. На выходе может получиться как один из лучших слэшеров в истории, так и та игра по черепашкам ниндзя, про которую мы все согласились не вспоминать. В Astral Chain очень многое взятое из Metal Gear Rising, Лейд Нуар, Евангелиона и Джорджа. Сверху налеплен огромный слой киберпанка. Продав душу дьяволу и намолив донаты на стримах, я смог её купить и теперь вам придётся слушать. В 2000 каком-то году земля стала непригодной для жизни в связи с торжением химер с другого измерения. Оставшиеся люди живут на искусственном острове. Даже в таких условиях мегакорпорации купаются в деньгах, пока средний класс живёт бок о бок с наркоманами в убитых спальных районах. Проблему с химерами это не особо решает, они периодически появляются из порталов и утаскивают мирное население. А ещё они невидимые. Кроме того, из-за них началась эпидемия красной заразы, которая превращает людей в мутантов. О, это хорошо. О, это плохо. Потратив уйму денег на логоплательщиков, учёные смогли приручить монстров и использовать их для борьбы с другими монстрами. Способ, конечно, не очень надёжный, но другого нет. И кому же отдать это оружие, как недоблестным офицерам полиции? Привет, ребята, с вами полицейский Даник. И сейчас мы отправляемся на задержание опасного преступника по клиничке... Химера. Ребята, так как преступник очень опасный, мне понадобится... После небольшой кастомизации персонажа, главный герой получает своего легиона и вступает в особый отряд нейрон. Нам проводят обязательную лекцию о том, что только стенд-юзеры, кхм-кхм, то есть легионеры, видят Химер и других легионов, потому что вся эта игра огромный Джоджо референс. Зато гопники на районе будут думать, что они избиты невидимой божьей силой. Вообще, изначально я думал, что особый отряд будет иметь большую роль в игре. Вначале они позиционируются как профессиональные бойцы с химерами, Но спустя пару часов игры на первой же миссии они теряют своих легионов и убегают, поджав хвосты, а капитан вообще жертвует собой, чтобы их прикрыть. По сути, главный герой остается единственным легионером в отряде, и все остальные персонажи становятся бесполезны. Кто же состоит в особом отряде? Джин — это ученик отца главных героев, который не может простить себе его смерть, и из-за этого постоянно из кожи вон лезет, чтобы стать сильнее. Алисия — это напарница капитана, с которой у него что-то вроде романтических отношений, из-за чего она ревнует его к его детям. Ну и Акера — сестра главного героя. Она вечно лезет на рожон, из-за чего постоянно попадают не очень приятные ситуации. А еще есть босс. Он отдает приказы, никогда не раскрывает свои карты и состоит в связи с какими-то иллюминатами. В ближайшие часы придется выезжать на вызовы, расследовать преступления, подчищать источники красной заразы, которая делает из людей-мутантов, и многое другое. В процессе каждой главы происходит какое-нибудь событие, в результате которого мы ловим одного из потерянных легионов и добавляем к своей коллекции. Легионы полезны не только в бою, хоть и могут делать разные крутые штуки. Они применяются, чтобы продвигаться по уровню и находить различные секреты. Очень важно следить за своим легионом и не забывать отводить его на техобслуживание, а также прокачивать необходимые навыки. Ну и раз уж мы заговорили о навыках, давайте обратимся к слону в комнате и поговорим о боевой системе. Она типична для игр от Platinum Games, удары, повороты, контратаки. Но в этот поток сбрасываются особые механики легиона. Его можно отправлять сражаться с противниками, проводить совместные атаки или вовсе использовать особый скилл, который у каждого легиона свой. Легион это пес на поводке, который так рвется сорваться. Правильный легион в правильной ситуации это ключ к победе. Но в отличие от других игр Platinum Games, боевые моменты щедро сдобраны другими занятиями. Всё происходит примерно так. В начале каждой главы идёт брифинг, тебе сообщают об очередной херне в каком-то районе города и отправляют на расследование. А районы бывают как маленькие, так и весьма обширные. Бедные маленькие спальные районы сильно отличаются от центрального мегаполиса. Разговоры с людьми не только помогают общему прогрессу дела, но и дают кучу информации об устройстве мира, справедливости или несправедливости правящего режима и так далее. Говорить с людьми вообще очень полезно, ведь каждая маленькая зацепка может помочь в расследовании. Если же гражданин начинает баковать, то нужно показать ему, кто тут власть. Роль полицейского это не просто сюжетная деталь. В этой игре реально можно помогать людям и получать за это бонусы от начальства. Главный герой имеет способность лечить людей на ранней стадии красной мутации, что позволяет пресекать возможные вспышки эпидемии в густонаселённых районах. Также просто исследуя город, можно наткнуться на массу сайдквестов. Они крайне разнообразны. Помочь девочке поймать её кошку, разминировать бомбу в центре города или сопроводить туриста к ближайшему Бургер Кингу. Полицейский всегда готов помочь нуждающимся. Вот, например, эта толпа гопников нуждалась в отменных микропендалях. На улице я встретил полицейского. Он сказал, что ищет террориста и дал три зацепки. Оранжевая куртка и чёрная кепка, а нога повреждена. Сначала я нашёл парня за мусорным баком и обвинил его в терроризме. Парень возразил, что систематическая измена жене вряд ли является терроризмом, и у меня вышли за ложное обвинение 50 рублей зарплаты. Затем я нашёл реального террориста, и он сказал, что всем нам кранты, и они придут за нами. Ситуация разрешилась, полицейский меня отблагодарил, а потом пришла инфа, что машину с подозреваемым взорвали на пути в участок. Но всё равно заплатили. Данная линия впоследствии дополняет основной сюжет, так что я рад, что не пробежал мимо. И такого контента тут очень много. Нужно лишь быть внимательным. В разных местах города частенько открываются врата, нужно находить их и своевременно закрывать, пока туда кого-нибудь не утащили. Также не забывайте подчищать осколки красной чумы, ведь за каждый из них дают деньги. На что же тратить зарплату офицера полиции после тяжёлого трудового дня? В основном на апгрейды оружия. Они стоят дорого. Также всегда нужно запасаться напитками в автоматах. Он может быть весёлый, сдержанный, или, если вы из той самой касты извращенцев, цундера. Ну, привет! Так здорово! Возвращайся! Поздравляю, молодой мастер! Это мой приятный, чтобы тебе служить! Где ты должен быть? Кастомар? Спасибо. Ты можешь вернуться в любое время. Я имею в виду, если ты чувствуешь. Конец света — это, конечно, хорошо, но выкачивать деньги из анимешников никогда не поздно. Дайте этому пару недель, и на определённых сайтах кто-то точно изобразит половой акт с одним из этих автоматов. Кстати, о полицейских. Все ребята в участке — это уникальная личность со своими характерами и проблемами. У большинства проблемы с усиленным потреблением энергетиков. Все они готовы поделиться своими мыслями касательно недавних событий, попросят помощи или дадут полезный совет. Кстати, знакомьтесь, это Лаппи, любимица всего участка. Моя головка! Он проведёт экскурсию по участку, покажет, что где как работает и съест твою душу. Впоследствии самому можно стать Лаппи и дарить коллегам хорошее настроение, поговорив об их проблемах. А проблем у них очень много, ведь элитное подразделение нейрон набирает только сумасбродных, неряшливых и помешанных сотрудников без чувства самосохранения. Полицейский участок — это основная база операций. Именно здесь можно прокачивать своё оружие, практиковать новые приёмы на специальном тренировочном поле и менять внешний вид персонажа. Кстати, я ещё не говорил о музыке. Сейчас я дам несколько сэмплов из разных этапов игры, и вы сами посудите, нравится она вам или нет, так как я не особо разбираюсь в музыке и слушаю только скриптонита. Продолжение следует... Вы, наверное, уже заметили, что игра выглядит весьма необычно. По моему мнению, сэлшейдинговый стиль аниме очень хорошо сочетается с неоновой атмосферой киберпанка. Навивает нотки бегущего по лезвию на пару с призраком в доспехах, выкрученными на тысячу процентов. В последнее время в индустрии считается трендом делать игры максимально реалистичными и приглашать реальных актёров. Даже усы у Марио прорисовывает до малейшего волоска, что немного пугает. Но я считаю, что стильный и яркий сэлшейдинг антураж в этом случае наиболее подходит. Тем более, что подобное позволяет разработчикам работать с намного менее мощным железом и выдавать красивую картинку. Да, твоя PlayStation может тянуть Red Dead Redemption 2, но вряд ли ты сможешь поиграть в неё в метро. Подводя итог, я хочу сказать следующее. Многие игры пытаются выжить на рынке, подкупая огромным миром с кучей скопированного контента. В этой же игре всё сделано вручную, каждый дополнительный квест органично вплетён в историю и нет никакого отрыва от повествования. Избивать врагов весело, а история развивается в неожиданных направлениях. Так что лучше ведро глубиной с океан, чем океан глубиной с ведро. Я ставлю этой игре 9 из 10 и напоминаю, если на другую консоль вышел хороший эксклюзив, это не повод вести себя как последнее чмо. Данное видео полностью оплачено гильдией настоящих натуралов. Если вы хотите присоединиться, можете купить субскрайб за полцены на моём канале на Твиче. Все ссылки в описании. Лайк на этом видео, рекомендация друзьям даёт тебе дорогу в мир настоящих мужчин. На экране вы увидите список боссов качалки. Новые видео будут в ближайшее время. Удачи в поиске своего мужского начала.